я приветствую вас друзья это канал веселый инженер меня зовут андрей и сегодня наша тема допуски и посадки для чайников или начинающих специалистов я расскажу на пальцах объясню что такое допуски какие есть посадки мы рассмотрим и думаю всем станет все понятно даже если вы не имеете специальных навыков а в конце бонусами рассмотрю программу для выбора допусков а также скажу как ее получить итак давайте начнем что это и как выглядит на чертеже да что это такое вообще допуска вы часто видите на чертеже вот такое вот обозначение посадки до допустим 40 h8 f7 то есть 40 это номинальный размер отверстия и вала да то есть это от чего мы собственно говоря отсчитываем посадки вернее допуска h8 поле допуска отверстия большими буквами обозначается f7 поле допуска вала ну конечно если так посмотрите то сначала вам ничего не понятно но далее вы все поймете и я вас уверяю вам станет абсолютно все понятно как обозначаются допуски на чертежах давайте рассмотрим вот такую схему здесь все предельно ясно способ указания на чертежах предельных отклонений и так что мы здесь видим мы видим здесь вот смотрите 64 h7 к 6 да а что это обозначает это говорит о том что наше отверстие диаметр имеет 64 а поле допуска h7 по седьмому квалитету так вал тоже имеет диаметр 64 но поле допуска к 6 и так далее такое же обозначение идет вы берете с квалитета к 6 числовое значение получается по таблице выбирайте или по программе которую мы далее рассмотрим до 64 плюс 0 0 21 плюс 0 0 2 микрона то же самое по отверстию тут получается по данному квалитету h7 получается допуск плюс 0 0 3 и если взять в совокупности дата получается отклонение плюс 0 0 3 и а соответственно вала плюс 0 0 21 и 0 0 0 2 хорошо есть еще поле допусков с указанием их частовых значений да то есть бывает что указан и как бы и сам полите да и само поле допуска указано да то есть получается вот смотрите к 6 и в скобочках так вот указывает но вот такое обозначение встречается достаточно редко потому что видите но такое достаточно громоздкая чаще всего вот такой вариант вы можете встретить на чертежах или отдельно вы можете встретить кто-то скорее сборочные чертежи можете встретить да а на обычных чертежах скорее будут такие вот обозначения то есть квалитеты будут указаны рядышком с номинальным размером хорошо давайте поедем дальше все начинается с определения посадки да то есть вы должны определить какая у вас посадка естественно посадка зазором это когда вал гарантированно меньше вашего отверстия то есть при любых размерах при любом варианте изготовления отверстия при любом варианте изготовления вала между ним и охватываемой деталью остается охватывающей деталью и охватываемой деталью остается гарантированный зазод зазор тогда получается посадка зазором если при любом варианте изготовления вала или изготовления отверстия вал будет как так сказать заходить с усилием да то есть он всегда будет больше чем отверстие на какое-то числовое значение то это посадка с натягом переходная посадка эта посадка которая может быть как зазором так и с натягом есть еще так называемая скользящая посадка но вам принципе надо знать основы вот это так называемые три это на который строится вся система допусков и посадок а теперь давайте перейдем и рассмотрим программу выбора квалитетов и посадок и числовых значений определения поехали а так друзья вот и программ когда которую я вам обещал показать как пользоваться данной программой у вас примеру на чертежах есть какой-то номинальный размер допустим возьмем там но я не знаю но 120 да и при этом поле допуска обозначены к примеру ну какой-нибудь буквой там h или g g и указано g к примеру 6 забиваете номинальный размер 120 поле g квалитет 6 расчет получили сразу допуск и в принципе можете его себе ставить уже чертеж ну или допустим вам нужно готовить какую-то отверстие до вернее вал дата вот в отверстие посмотри вал то есть переходите где уже когда маленькие буквы до выбираете f допустим все расчет получаете а вот такие вот параметры в принципе программка работает очень хорошо все быстро четко считает поэтому проблем с какие-то расчетами у вас не возникнут если вам нужно к примеру какие-то рекомендованные посадки вот здесь тоже есть рекомендации посадки переходите пожалуйста смотрите какую у вас основное отверстие да и системе отверстия выбираете вот эти вот рекомендуемые посадки они обведены таким вот жирным контуром до тура сама посадки в системе вала тоже обведены жирным корту контуром это те посадки которые рекомендуются и наиболее часто применяются в изготовлении различных деталей и узлов если какие-то сложности хотя вряд ли не у вас возникнут есть помощь да то есть все расписано предельно четко и понятно объяснено где что водить можете почитать перед тем как пользоваться если возникнут какие-то сложности но я сомневаюсь что у вас эти сложности возникнут их самый главный вопрос как же получить эту программу очень просто друзья переходите в описании к этому видео находите ссылочку на скачивание скачиваете программа абсолютно бесплатное спасибо ее разработчику его контакты кстати здесь есть можете перейти к нему на канал скачивайте программку не забывайте ставить лайк подписываться на мой канал и обязательно ставьте колокольчик чтобы не пропускать новые видео на этом я с вами прощаюсь друзья всего хорошего всем добра пока пока